По легенде, вражеский истребитель F-15 пытается перехватить Ил-76, который доставляет в район боевых действий личный состав и технику. На воздушную позицию выходит Су-30. Задача экипажа – отразить нападение противника. Все происходит очень быстро. Виртуозное исполнение элементов высшего пилотажа завораживает. Все кажется очень легко и просто, но за этим стоят упорные многочасовые тренировки. Су-30 задач исправляется. Из борта Ил-76 с высоты двух километров десантируются разведчики. У них важная задача – подготовить плацдарм для высадки основных сил. Основная цель учения – это демонстрация решимости выполнять задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства. К началу учения была разработана сложная динамичная обстановка, характеризующая современные боевые действия. Вынуждающие командиру принимать самостоятельные сложные решения, а войска действовать решительно и смело. А тем временем ЯК-130 проводит зачистку территорий с применением бомб и ракет. События развиваются быстро и сразу после зачистки над полигоном появляются самолеты Ил-76, из которых десантируется 40 единиц боевой специальной техники и 265 человек личного состава. За всю историю белорусско-российских учений это самое масштабное десантирование войск на Брестском полигоне. В рамках выполнения совместных задач выполняются задачи по действиям наших подразделений, в рамках тактической международной группы, которые выполняют задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах, осуществляют десантирование по штурмовому, используя вертолеты и парашютным способом, используя самолеты военно-транспортной авиации, воздушно-космических сил. Все поставленные задачи выполнены, учения продолжаются, наращиваются усилия на опасных направлениях, и я уверен, что все задачи будут выполнены успешно. Совместное белорусско-российское учение «Славянское братство-2020» проводят на территории всей Беларуси. Представители штабов подчеркивают, что учения носят исключительно оборонительный характер. Завершатся оперативно-тактические учения 25 сентября.